А пока в городе идут дожди, в области выпал первый снег. Всего в 90 километрах от города уже царит настоящая зима. Вот фото, сделанное сотрудником нашей телестанции сегодня в Керженском районе. По прогнозам синоптиков, снег в Нижнем Новгороде и большинстве районных областей стоит ждать только завтра. Но, как вы видите, кое-где он уже лежит. А между тем, новыми жертвами модернизации системы отопления стали маленькие дети. Батский район решили в рамках пилотного проекта перевести с центрального отопления на индивидуальное. Отрезали жилые дома и детский сад от котельной, но на этом модернизация забуксовала. И вот в некоторых районах области уже первый снег, а жилые дома в селе Зеленые Горы и, что самое страшное, детский сад замерзают без отопления. Отопления нету. Например, может, галсту 10, а как 11. У нас вот три каминка целый день горят. Вот, видите, мы из той спальни перетащили сюда, а вот как покрывать их, прям эти одеяла греем на камине, закрываем их. Вот, оно нагревается, раз, покрываем, и быстрее вот этим еще одеялом. Вот, вот, и тепло сохраняется таким образом. Вот так вот. Все лет как-то говорили, что будут делать, будут делать, будут делать, и до сих пор вот водят тех, кому же действительно некуда деть. У кого дома, у нас ведь еще и в квартирах такая же ситуация. Как в морозилке. Мы не снимаем, ни валенки, ни споги, ничего, вот, сиди, пол как ледяной. На улице теплее, чем дома, потому что, на самом деле, мы выходим на улицу греться. Вот соседним подъедут дети маленькие и выводят на улицу, чтобы они там бегали. Они устали. Неужели, устали? А у меня вон правнучка, два годика, мучается. Вот, вот, кот, шпнил пла дома. Вот, кот, ну нам новую повесили, новую котлу повесили, все повесили. А тепло не дают. И у всех такая ситуация, не только у меня, у всего дома. С 27 числа мы заключили договор. 27 мая. Вот с этой компанией, которая нам делала. И они в течение 50 дней рабочих должны были всю работу свою завершить. Сейчас у нас уже какой месяц? У нас уже октябрь. Три месяца подряд они кормились завтраками. Завтра, завтра, завтра. В понедельник, в понедельник, в пятницу. С мая месяца. Нам, как сказали, еще в мае. Убирайте титаны, все ломайте, все убирайте. Убрали. Мы вот уже с мая месяца дома, нам не намыться. Ничего, мы не мытые. Доведенные до отчаяния жители отправились в администрацию Уватского района, чтобы задать вопрос, когда в поселке появится отопление, лично заместителю главы администрации. Когда включится отопление? Говорите честно. Ну, естественно, честно. В одном я не говорю. Вся проблема в одном. Сделать быстро газовую часть. Не надо было нарушать газовую котельню. Не надо было обрезать батареи. На носу зима, у нас дети маленькие. Мне седьмой, 65 лет. Я отработал. Вот. Ну и правильно. Ну и все. Вас никто не обижает. Обидели уже. Ну ладно, господи. Обидели. Понимаю. Обидели. До 1 октября должны были все сделать у вас, включая пуск газа. Контракт сейчас сорван. Они дают новые сроки нам на 15-й. А5, значит, они не исполнятся. Но в любом случае, до следующей недели, в конце следующей недели, будем пускать, начиная с 7-й, 9-й. Кстати, в Нижегородской области более тысячи квартир переоборудуют с центрального отопления на индивидуальные, многоквартирных домах и 32-х социальных объектах. В Адском, Дальнеконстантиновском и Сосновском районах области в рамках пилотного проекта. В итоге нам на горячую линию уже поступили жалобы на отсутствие тепла из двух районов, Дальнеконстантиновского и Вадского. Кстати, как известно, на реализацию этого пилотного проекта было выделено 98,7 миллионов рублей.